Всем привет, друзья, с вами Realize. Если что, не обращайте внимание на мой голос, я немножечко приболел. Сегодня я хотел бы поднять тему, как договоренность между гильдиями на осадах и на захвате узлов, а также зачитать комментарий, который у меня оставили совсем недавно на ютубе. Максим Савченко задает вопрос. Есть еще одна немаловажная проблема. Играю на Дельфи, не знаю, как на других серверах, БС-4К, но... Замок и Кошмар заняли две союзные ГИ, и никто ничего не может им сделать. То есть все сосут, пока топы безнаказанно фармить топовую бижу. Если так продолжится, станет бессмысленно играть, как у вас на других серверах. Я играю на Велли, не знаю, по части захвата замка, но Кошмар у нас практически пустой, там бывает максимум человек 30. Ну, когда я заходил, больше я, в принципе, не видел. Возможно, сейчас там народа больше, я туда не хожу, но вот недавно я заходил ночью, было вообще 10 человек, и я спокойно смог пофармить спот, 5 часов меня вообще никто не трогал. И как вы поняли, наверное, мы сегодня поговорим конкретно про договоренность между гильдиями. Неважно, где она происходит, сам факт того, что там 2 или 3 гильдии договорились о чем-то. Я вам буду говорить чисто свое мнение, как вы видите, я не состою ни в какой гильдии, поэтому мне невыгодно говорить не так, не так, поэтому скажу самое честное, искреннее мнение. Я считаю, что с такими гильдиями ничего не нужно делать, не надо писать никаких репортов, банить кого-то и так далее. Сейчас, конечно, объясню почему. За то время, пока я играю на данном проекте, я всего лишь один раз был на захвате узлов. Причем моя гильдия пошла на него во второй раз, и большинство там было один, либо два раза, толком мы не знали вообще, что делать. И для того, чтобы вам было более понятно воспринимать эту информацию, мы поделим все по цветам. То есть была наша гильдия, белая и розовая. Когда мы выбежали, две гильдии уже сражались, то есть белые сражались с розовыми. И мы в дискорде со своими одногильдийцами сами приняли решение о том, что мы будем бить только одну гильдию, потому что две сразу бить невыгодно. Мы свои силы рассредоточили, и от этого толка нет. Лучше все свои силы направить на одну гильдию. И мы приняли решение, что мы будем бить белую гильдию. Розовые увидели, что мы бьем белую, перестали нас трогать и продолжили тоже бить белых. Получается то, что мы не договаривались с розовыми то, что будем бить белых, но по итогу так оно и вышло. Мы просто молча начали бить вдвоем белых, и понимали, что когда мы убьем белых, мы останемся с розовыми раз на раз. В принципе, так и произошло. Мы убили белую гильдию, остались с розовыми раз на раз, и розовым мы быстро проиграли, потому что они были гораздо сильнее, чем мы. И поверьте мне, что со стороны белых ситуация выглядела именно так, что мы с розовыми договорились и начали их убивать. И по сути, они потом должны были нам кинуть репорт, но мы же не договаривались. Во-первых, я хочу сказать то, что вы не можете доказать тот факт, что две гильдии действительно договорились, как бы это со стороны не выглядело. Почему, например, может еще произойти такая ситуация? Если вы известный клан, либо там известный клан-лидер, либо у вас есть свой канал, вы что-то вещаете, то есть вы, по сути, являетесь медийной личностью. В любом случае, на каждой арене, кто бы вас где не встретил, на захватах, на осадах, в первую очередь будут нападать на вас. Я знаю это по себе. Я на этот проект пришел вот недавно, но до этого я играл в других проектах, и если меня кто-то встречал на арене, то было за счастье дать мне люлей, и потом еще выложить видеоролик, как меня убивают, либо скриншот, но это же не значит, что я должен бежать и жаловаться на этого человека. Есть такая замечательная поговорка, назывался «Грибом, полезай в корзину». Коли уж ты торгуешь, скажем, лицом на весь YouTube, потом не жалуйся, почему на тебя везде нападают, там, ну, а тебе все знают. Это другая сторона известности, то есть тебя не обязаны все любить. Есть также и люди, которые тебя не любят, а есть те, которые просто заинтересованы в том, чтобы тебя победить, дабы потом сказать, что вот я его там выиграл, хотя он там на YouTube рассказывает, что он сильный и так далее. В то время, когда я играл, например, в линейку, все просто на словах знали то, что вот это вот топовый клан, вот этот вот топовый лидер, и даже если в пятером одного убивали этого лидера, было за гордость выставить скриншот, что он получил люлей. Конечно, это было несправедливо, но он никогда не будет кричать то, что его одного убили в пятером, потому что он прекрасно понимал, что это игра, и такое может произойти. Еще один фактор, в пользу того, что я не понимаю, за что нужно давать репорты таким гильдиям, это то, что гильдии не используют чит-программы, они используют игровые рычаги, то есть то, что есть в игре. Если игра позволяет двум гильдиям договориться даже вне игры, и в игре это реализовать, значит, это проблема игры, значит, так устроена механика. Как по мне, народ сейчас стал слишком нежный, и порой мне хочется вас всех взять, кто вот против этого, и перенести в 2007 год, посадить вас, поиграть в Линейдж 2, я думаю, сейчас люди найдутся в комментариях, кто играл в то время, и показать вам, какие там были войны кланов, какие там были войны альянсов. Раньше было три профессии. Сдать на третью профессию было очень круто, она делалась несколько дней, и в итоге нужно было там убить определенное количество мобов. Если вы их не убиваете, вы не можете сдать эту профессию, соответственно, у вас не появляются новые скиллы, вы не становитесь сильнее. Что делали вражеские кланы? Они просто вставали на этот спот, где есть эти мобы, и никого не пускали из других кланов, то есть противник не мог сдать на третью профессию, соответственно, он не мог стать сильнее. Таким образом, используя игровые рычаги, они контролировали этот момент. Они оставались всегда сильнее, потому что никого не пускали. И такие ситуации заставляли вас раскинуть мозгами, и как-то мы в любом случае эту проблему пытались решить. Теперь бы я хотел ответить на комментарии, где человек написал то, что гильдии заняли ночной кошмар, также заняли замок, фармят бижу, никого не пускают. Так было всегда во всех мэрпг. Если клан топовый, он старается занять эту позицию, ее не отпускать, и становиться только сильнее. И это нормально, и это правильно. Если бы те люди, которые сейчас на это жалуются, состояли в этой гильдии, которая спокойно фармит бижутерию, либо заняла кошмар, и никого не пускает, вы бы молчали, я уверен, на 100%, потому что вас бы такая ситуация полностью устраивала. То есть, ваша гильдия самая сильная, вы фармите бижутерию, вы бы даже эту тему не стали поднимать. Ну, а поскольку вы страдаете, вы начинаете об этом говорить. Но на самом деле, это нормально. Здесь я хотел бы еще одно сравнение провести с той же самой линейдж. Это когда у нас были походы на эпических боссов. То есть, он появляется раз в определенное время, плюс-минус, там, по-моему, по 8 или 15 даже часов, вы не знаете, когда точно он появится. Чтобы на него попасть, нужно было сдать нелегкий квест, он очень сложный, на него уходит большое количество времени, и заранее каждый игрок, практически, вот тысячи есть игроков на сервере, они знали то, что победителями будут максимум 2 клана. Ну, то есть, кто-то из двух кланов заберет этого босса, но мы все равно шли. То есть, ты 100% идешь на проигрыш, но все равно ты на него идешь, потому что это масс-пвп, потому что это интересно, и, возможно, как-то сложится ситуация так, что вы победите. И когда мы проигрывали, нужно было бежать и писать репорт, да ни у кого даже мысли такой не было, потому что народ не был таким нежным, как сейчас стал. На самом деле, ребята, не обижайтесь, конечно, но вам нужно поиграть в такие хардкорные игры. Установите себе первую Диаболу, и возьмите себе мага, и попытайтесь пройти всю сюжетную линию, чтобы понять, что такое хардкор, прежде чем снимать видеоролики, и ныть про то, что гильдия договаривается, либо вас не пускает в ночной кошмар. На все, что вы жалуетесь, это все решаемо внутри игры, объединитесь с другими гильдиями, встаньте возле этого ночного кошмара, они начнут оттуда выходить, вы их накрываете, кто-то начинает заходить в ночной кошмар, потому что там место освободилось, и начинает вытеснять их изнутри. Этот вопрос можно решить, а просто вы не пытались это делать, вам гораздо проще пойти и написать репорт. Вот, в принципе, мое мнение касательно этих всех договоренностей, я знаю то, что оно многим не понравится, ребят, но зато оно честное, зато оно мое. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, ну а я с вами буду прощаться, увидимся с вами в следующих видеороликах, всем, друзья, удачи, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok